Февраль месяц метелей и эпидемии. Роспотребнадзор фиксирует увеличение числа заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центре. Закрыто уже несколько классов в общеобразовательных школах. Так можно ли говорить о том, что эпидемия в этом году началась раньше обычного? На протяжении последней недели в управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по эпидемиологической ситуации в регионе. Специалисты отвечают на десятки вопросов, взволнованных болезнью горожан. Людей в основном интересуют, когда школы и сады закроют на карантин и как уберечься от болезни. В ответ они получают квалифицированные советы. После прихода с улицы или после посещения каких-то мест с массового скопления общественного транспорта обязательно в порядке мыть руки, промывать нос, желательно хозяйственным мылом, потому что это также предотвращает накопление вируса на слизистой носоглотке и, в общем-то, как профилактическое мероприятие можно рассматривать. Ну и, конечно, избегать контакта с больными с признаками ОРВИ и гриппа. На минувшей неделе в Иванове зарегистрировано 4,5 тысячи случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости по совокупному населению немного выше эпидпорога. Частично приостановлен учебный процесс в семи классах шести школ региона. Ежедневно на участкового педиатра приходится примерно 10 вызовов. В период разгара эпидемии это число увеличивается в четыре раза. Поэтому врачи просят родителей вызывать медика на дом только при наличии высокой, больше 38 градусов температуры у ребенка. Февраль – испытание для здоровья. Я думаю, что это связано с климатическими особенностями, потому что начинается таяние, потеплее. Вирус очень любит размножаться у нас при плюсовой погоде нулевой. Скорее всего, с этими связаны. Но дети приносят все-таки легче болезни, у них иммунитет посильнее, и они начинают быстрее восстанавливаться, в отличие от взрослых. И осложнений не так уж много. Взрослые переносят тяжелее и к своему состоянию относятся с прохладцей. Врачи предпочитают не посещать. Ходят на работу и заражают коллег и окружающих. Отсюда высокие темпы распространения вируса. Лучшая защита – профилактика. В этом году прививки от гриппа получили 40% населения региона. Остальным врачи дают практические советы. Избегать большого скопления людей, то есть по возможности ограничить посещение магазинов, больших универсалов, театров, музеев, различных культурно-массовых мероприятий. Снизить поездки в общественном транспорте по возможности. Также чаще мыть руки с мылом или дезинфицирующими веществами. Эпидемии, предполагают специалисты, избежать не удастся. Поэтому нужно подготовиться. До волны гриппа примерно недели две.